Бывший владелец ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, погиб в авиакатастрофе. Кто в этом виноват, тут вопрос очереден. Всего лишь нужно посмотреть, кому это выгодно. Естественно, все враги России в этом обвиняют российскую власть в лице Владимира Владимировича Путина. Но посудите просто объективно, включите логику и посмотрите, а какая выгода для Владимира Путина, смерть Пригожина. В чем выгода? Выгоды нет никакой. Единственное, что получит Владимир Владимирович от этого, это как минимум падение его рейтинга, как максимум свержение власти. На что наши геополитические противники и рассчитывают. То есть, убрав Пригожина, они из него сделают сакральную жертву, чтобы возмутить общественность и противопоставить эту общественность против власти. Чтобы эта общественность пошла против власти на госпереворот и свергла действующую власть. Тем самым придет ко власти очередной марионетка в России, типа Зеленского. И он просто стравит нас еще и с другими республиками. В итоге страна разрушится еще на частей 10-15. И все мы в итоге погибнем в большой гражданской войне. А остатки еще на Китай натравят. Вот цель, которую преследуют наши враги. Наш враг это очевидно. Я даже произносить эти три буквы не буду, потому что все и так прекрасно понимают, о чем идет речь. Наши враги попытаются пустить наше общество против самого себя, против государства. Тем самым их разрушить. Это технология оранжевых революций, технология сакральной жертвы. Эти технологии описаны в методичке Джина Шарпа. Можете ее скачать, найти, почитать. В этом ничего таинственного нет. Она открыта и доступна всем желающим, кто ее может почитать. Там описано, как действуют Соединенные Штаты Америки по подрыву государственности любых стран, которых они уже сделали десятки. Поэтому, собственно, об этом и поговорим. И знаете, самая такая очевидная хитрость была сделана в том, чтобы отвлечь внимание от саммита БРИКС, где выступал Владимир Владимирович Путин. Поднимались очень важные темы с точки зрения будущего мирового устройства. И чтобы как раз отвлечь внимание от Владимира Владимировича, была создана вот такая провокация, теракт, можно сказать, о котором сейчас очень много трубят, очень много говорят, лишь бы не показывать Владимира Владимировича Путина. Кто причастен к этому преступлению, тут, думаю, говорить особо бессмысленно, возможно, пикетчики еще раскроют эту тему. Я могу сказать одно. ЦРУ очень хорошо умеют работать с авиакатастрофами. То есть они в этом специалисты и асы. Поэтому тут почерк очевиден. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok